Пример генерации музыки на нейронной сети RNN в конкретной, значит, модификации LSTM, вот, значит, здесь у меня вообще это все оптимизировано еще под графический ускоритель, поэтому вот эти CUDA, вот CUDA for Neural Networks, это, собственно говоря, приставка из-за того, что нейронная сеть. То есть это можно убрать, там просто поставить другие версии библиотек без графического ускорителя, будет то же самое. Вот, и у меня графический ускоритель, там, по-моему, 960 GeForce, он где-то дает прирост раза в два, там, может быть, один и восемь раз всего. Ну, то есть, короче, не очень актуально на самом деле, то есть это только для мощных графических ускорителей имеет смысл. Хотя, конечно, зависит от, наверное, алгоритма. Ну, то есть я тестировал пока только на одном алгоритме. Вот. Значит, работает это все на питоне. В питон подключается Keras. Это такой верхнеуровневая библиотека, которая позволяет работать с нейросетями. И Keras управляет какой-то из библиотек, которые реально делают нейросети. Но в данном случае у меня используется TensorFlow. По умолчанию TensorFlow как раз... Ну, как раз по умолчанию Keras работает с TensorFlow. И, в принципе, TensorFlow считается самым распространенным и одним из самых, в принципе, неплохих инструментов для работы с нейросетями. Вот. Значит, чтобы это все заработало, ну, это аналогичным образом, да, есть куча, в принципе, видео в интернете. Я сделаю ссылку на какое-нибудь из таких видео, ну, под этим, да, видео. Вот. Но в двух словах скажу, что нужно поставить, во-первых, Anaconda. Вот. Вот. Anaconda. Это, в принципе, пакет со всякими библиотеками, включая Python и всякие библиотеки к нему. В том числе Spider. Это вот, так сказать, редактор кода, в котором, собственно, я работаю, в котором я все это написал. И затем уже через Anaconda, именно через Anaconda лучше добавлять дополнительные библиотеки. Ну, то есть, нужно будет добавить там Keras, TensorFlow. Это в основном делается вот так. Anaconda Prompt нужно вызвать. И здесь там писать что-нибудь типа Keras install Keras там и так далее. Ну, в общем, детальнее будет уже под видео, больше на этом останавливаться не будет. Если какие-то вопросы, проблемы будут, то я на хорошее какое-нибудь видео сделаю ссылку. Ну, в любом случае там, на самом деле, установка может потребовать, конечно, в интернете поискать, потому что меняется все время ситуация. Новая версия выходит. Ну, например, вот когда я графическую версию ставил, там вообще интересно. То есть, там надо поставить вообще кучу софта. И не просто софта, а определенные версии софта. То есть, последнюю версию Kuda, например, ставить нельзя. То есть, надо ставить версию, там, десятую, которая совместима с TensorFlow и так далее. Ну, в общем, нюансы есть. В принципе, все это в интернете подробно расписано. Какие-то ссылки я дам, в общем, решаемо. Поехали дальше. Значит, что у нас тут? Значит, еще раз повторю, это пример самый простой вообще, до какого можно додуматься, потому что у меня была именно такая задача. То есть, я хотел попробовать, значит, сгенерировать музыку именно из... Ну, немножко не так, да? То есть, я хотел, на самом деле, каким-то образом расширить свою систему M-Gen, которая генерирует мелодии, да? И вот каким-то образом научить нейронную сеть генерировать музыку аналогично тому, как генерирует ее мой алгоритм, на самом деле, который детерминированно работает по правилам. Вот. И вот такую задачу, ну, как бы я нашел самое простое решение через RNN. Ну, как вообще работает? Сначала немножко скажу, да? Все мелодии у меня 13-нотные. То есть, все мелодии состоят из 13 нот. Каждая нота имеет одинаковую длину. Ну, в данном случае это целые ноты. Вот. Ну, в принципе, не важно, да? Никак не важно. Вот. Соответственно, есть, например, вот последовательность из 625 13-нотных таких мелодий. На вход подается в нейросеть. И она учится на этих последовательностях таким образом, чтобы затем начать писать свои. Ну, насколько это свои последовательности, это большой вопрос еще. То есть, она, возможно, что-то комбинирует там из того, что она видела. Но, может быть, где-то она отходит там от того, что она видела. Я, конечно, результаты, которые нейросеть выдает, проанализировал на предмет идеального соответствия исходным мелодиям, да? Но детально я пока не анализировал, насколько, например, вот мелодия состоит из кусочков предыдущих мелодий, да? Или же она вносит что-то свое. Ну, тут надо поизучать. Но предполагаю, что без дополнительных каких-то усложнений нейросеть все-таки будет в основном комбинировать. Вот, это комбинировать какие-то исходные, да, вот. Вот, это вообще на самом деле известно как оверфитинг. То есть, это когда нейросеть, она слишком становится привязанной к исходным данным. И во время тренировки она слишком им хорошо начинает соответствовать. Вот. Ну, в нашем случае это приводит к тому, что нейросеть начинает генерировать музыку, похожую на исходную. Вот. Но и не только к этому. Еще приводит к тому, что музыка, которая генерирует нейросеть, она содержит нарушения тех правил, которые, собственно, хотели мы изначально избежать нарушений. Вот. Но сейчас вот поподробнее это все. Сначала все-таки сам процесс нейросети как вот работает. То есть, вот, допустим, мелодия. Вот так вот назовем. 1, 2, то есть это ноты, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Это у нас 13 нот. Значит, затем у меня идет пауза. И потом еще какие-то 13 нот. И так далее. То есть вот это вот как бы такой блок, вот он повторяется. Значит, нейросеть устроена так. У нее 13 входов. Причем, ну да, 13 входов. Хорошо. Не совсем так. Там как бы посложнее сейчас. Ну да, для простоты, короче, 13 входов у нее. И у нее один выход на самом деле. То есть вот сейчас сделано вот у меня так. Соответственно, здесь идут входные нейроны. Input нейрон. Да, input. Да, вот так вот. Вот. Значит, соответственно, нейросеть, она получает вот это вот все на вход. А затем выдает один выход. Ну, этот один выход на самом деле лучше рисовать там где-то в середине, потому что, по идее, вот эти же все связаны нейроны и, так сказать, входные нейроны, промежуточные нейроны, поэтому я рисую здесь в середине. Но этот выход, он на самом деле как бы должен... Ну, тут стрелки я, наверное, не нарисую. Не знаю. А, даже можно стрелку нарисовать. Какая прелесть. Вот. Сейчас попробуем. Так. Да. Прекрасно. Ну, да. Ладно. Вот этот вот выход, он на самом деле должен как бы соответствовать, по идее, следующей ноте. То есть цель работы нейросети заключается в том, чтобы научиться предсказывать просто-напросто следующую ноту. Вот этой нейросети. Вот. Поэтому после того, как нейросеть отработала, ну, здесь пока я не рисую, что там внутри, да, после того, как она отработала, можно, например, взять вот этот кусок, вот сдвинуть его и подать ей на вход уже то, что она сгенерировала. О, Господи, что это? Короче говоря, вот мы подаем на вход конец уже предыдущей мелодии, паузу. И она на самом деле должна научиться генерировать ноту до, потому что все вот эти, ну, все на самом деле мелодии 13 для простоты сделаны в до мажоре. Вот. Ну, соответственно, на самом деле здесь она должна научиться генерировать паузу, потом она должна научиться генерировать ноту до, а вот потом уже начинается вариативность какая-то. То есть на третьем, грубо говоря, шаге уже начинается такое большее разнообразие, потому что во всех из 625 мелодий на втором, ну, вторая нота уже она разная. Вот. А первая нота в основном до. Ну, она до, правда, в разных октавах там бывает, по-моему. Я чуть не помню, надо смотреть. Но, в общем, короче говоря, какая-то внутри уже вот мелодия, вариативность там появляется. И вот там уже нейронная сеть себя проявляет. А вот здесь вот на краях она больше показывает, насколько она вообще может выучить простейшие, как бы, правила, да. Вот. Теперь, значит, как устроена сама нейросеть у меня внутри. И тут интересно, что можно посмотреть структуру нейросети графически. Вот так выглядит моя нейросеть. Вот это инпуты, 13 штук. Вот. Да. Это, кстати, не та нейросеть. Прикольно. Сейчас. Но, в принципе, даже хорошо, потому что иначе совсем сложно будет. Вот. Значит, это просто нейросеть немножко упрощенная, короче. Она упрощена вот в этом месте, в инпуте. То есть здесь как раз 13 вроде бы нот. На самом деле там не 13 нот. Я потом покажу, как это кодируется. Вот. Затем идет, значит, один слой нейронов. Здесь 15 нейронов. Сейчас. Да, здесь 15 нейронов. Сейчас проверим. Сейчас вот можно нажать, да. И здесь будет юниты. Да, 15 юнитов. Вот. Дальше. Ну, значит, 60 число – это там уже особенность LSTM-а, потому что для каждого нейрона там 4 на самом деле под нейрона создаются LSTM-ом. Это именно специфика LSTM-а. LSTM – это вот технология Long Short Term Memory RNN. Вот. Соответственно, и второй LSTM. То есть это два слоя нейронов, по 15 нейронов. И еще один слой. Значит, этот слой тут прикольно. На самом деле он состоит из 18 нейронов. В общем, тут все непросто. Ну, да, сейчас нарисуем. Так. Значит, 15 у нас здесь нейронов. Это будет у нас dense, назовем. На самом деле по-разному можно звать. Вот. Так. Вот это у нас dense. Еще один такой же dense у нас есть. Dense – это значит, что полносвязная сеть. То есть все нейроны предыдущего слоя связаны с каждым нейроном следующего слоя, насколько я помню. Ну, тут я, конечно, могу немного ошибаться, но в целом. Так. И теперь дальше. И дальше у нас тут идет вот интересно. Дальше 18 нейронов идет. Сейчас тут добавлю, значит. Мне надо вот это 17 и еще 18 будет. Да. Это будет, значит, output. Да. Так, вот это 18. Да, вот это 18. Вот. Значит, на самом деле выглядит все, если быть точнее, значит, выглядит все вот так вот. Вот так вот. И вот это то, что цветное, это реально нейросеть. А вот этот output, на самом деле, это в чем фишка? Объясню. Значит, почему у меня из-за того, чтобы сгенерировать одну ноту, на самом деле генерится 18? Потому что просто здесь output, каждый output – это одна из возможных нот. Почему их 18? Потому что в моих 625 мелодиях было 18 разных pitch-классов. Да? То есть понятно, да? То есть это до, там, допустим, четвертой октавы, потом на 7 нот выше, на 7 нот ниже и еще немного. Но они все в до-мажоре сделаны. То есть у тебя там всяких там си-бемолей, до диезов нет. Да, они полностью в до-мажоре, никаких там си-бемолей. Нейронная сеть не представляет ничего про хроматику. Она умеет работать только в до-мажоре. И вот почему. Потому что просто-напросто она… Ну, то есть я ей не рассказал про то, что есть мир за пределами 18 категорий. То есть для нее музыка представляет собой некую последовательность из 18 категорий. И 19 категорией является, кстати, пауза. Вот я тут точно не помню, сейчас, как это у меня сделано. Наверное, 17 нот, по-моему. Да, 17 нот и 18 – это пауза. Ну, то есть первая пауза. Ну, давайте сейчас посмотрим, на самом деле, как это все выглядит. Сейчас я запущу обработку начальную, чтобы просто показать немножко… Так, сейчас, так вот, да, ага, так, вау, похоже, это сработало, ага. Вот здесь есть менеджер переменных, но он почему-то пустой. А, тут ошибка, да, у нас сейчас, ага, так, 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 это, наверное, сейчас, почему ошибка, но such file. Прикольно. Ну, это нехорошо. Сейчас. Что-то уже поменялось с момента, когда я это писал. Так, вроде файл есть. Так, сейчас посмотрим. Надо посмотреть, какая у него текущая директория. По идее, должна быть директория скрипта. Да, елки. Так. Нет, ну, неправильная директория, кстати, забавная. Как это вообще удалось сделать, когда скрипт открыт отсюда? Ага, вот. Вот так это, видимо, делается. Так, окей. Еще разок. Так. Да, похоже, что сейчас сработало. Но получается, что она генерирует, она предсказывает ноту эту, или она ее генерирует и использует потом в дальнейшем для следующей генерации? Да, она ее... Ну, давай-то сейчас начнем с обучения. Но, конечно, конечная генерация – это другой скрипт, вот эта генерация. Вот. Она, в принципе, делает так. Сейчас, допустим, я... Я просто смешал вместе и обучение, и генерацию. На самом деле, вот этот процесс все-таки, он больше обучения, я рассказывал. То есть она вот, допустим... Ну, как вот происходит обучение, да? Нейронная сеть что-то генерирует, и мы сверяем это с тем, что она должна была сгенерировать. Вот это обучение. Вот. Соответственно, в данном случае при обучении она должна сгенерировать паузу. Не сгенерировала, ну, жалко. Там что-то поменялось, значит, какие-то настройки. Но процесс все равно пошел дальше. Несмотря на то, что она ошиблась, происходит следующая вещь. Мелодия сдвигается вот так вот. Понятно, да? То есть начинается вот... На вход нейрости вот это подается. И она должна сгенерировать первую ноту следующей мелодии. То есть ты всегда подаешь, сколько там, 12 нот, они как бы двигаются все время, да, получается? Ну, 13, да, я подаю 13. В 13 смысле, да. И они сдвигаются на одну ноту каждый раз, на один шаг. Да. Вот. 13 нот, кстати, потому что это создает более естественную ритмику. То есть 12 нот, они заканчивают мелодию на слабой доле, по сути, как бы. Да. Вот. А это самое вот. И в чем интерес, да? Интересность в том, что при обучении я таким образом вот сюда запихиваю постоянно правильную ноту, то есть из вот этого датасета исходного, да? А вот при генерации я сюда буду запихивать уже то, что она умудрилась сгенерить. То есть я сюда уже, например, если она не смогла научиться тому, что это пауза, а это какая-нибудь нота у нее, то у нее будет 14-я нота здесь, да? То есть здесь уже она как бы себе испортит жизнь дальнейшую. Ну, то есть это условно, да? Не знаю, просто пытаюсь так как-то объяснить, чтобы попроще было. То есть получается при обучении она просто пробегает по массиву в 625 мелодии по 14 как бы. Ну, то есть 625 умножить на 13 – это вот столько нот, 8, там, 125 плюс, 625 пауз, ну, 624 пауза между ними, да? Вот точно длина вот массива. Понятно, да? Да. Вот, она просто по этому массиву пробегает, и все, и просто сверяет то, что у нее получается сгенерировать с тем, что должно было быть. А вот при генерации она начинает, например, там, ну, с любого места, там, не знаю, вот сначала она начинает, например, и сначала ей подаются на вход 13 первых нот, например, из вот этого датасета. Или любые 13 нот, любая из 625 мелодий подается ей на вход. И затем то, что она уже дальше генерит, ей уже так просто не проходит это зря. То есть все, что она нагенерила, ей приходится уже себе получать на вход уже, да? То есть она как бы себе уже это... А, но сейчас она как бы по факту не генерит, а просто проходит. То есть, а если ошиблась, ты говоришь, что, типа, это неправильный результат, и лучше было бы другой получить. Да, то есть при тренировке сети она имеет супервизора. То есть, по сути, меня, да, или там не совсем меня, это там программа, которую я сказал, как действовать, да? Этот супервизор, он говорит ей, что она не права. И насколько она не права. Вот, это определяет... Я хотел уточнить, что значит, насколько. Ты как-то определяешь вес неправильности ноты. Вот, значит, насколько она не права определяется функцией категорической кросс-энтропии. Вот. Ну, давай так. Давай сейчас мы до этого дойдем. Вот. Хорошо. Значит, теперь дальше. В принципе, понятно, как работает тренировка, как работает генерация, да? Да. Ну, в общем, все так. Так, теперь, значит, посмотрим дальше. Почему же у меня все-таки вот... Да, ну, то есть, как... Вот я примерно это объяснил. То есть, в итоге, когда нейросеть сравнивает, насколько она правильно сгенерировала ноту... Блин. Она сравнивает с некой вот этой вот ячейкой. И в данном случае пауза – это, на самом деле, первая из 18 возможных категорий. То есть, категория в данном случае – это либо нота 17 возможных нот, либо пауза. Поэтому, когда она что-то сгенерировала, она сверяет с правильным вариантом. А правильный вариант в данном случае вот такой – 1, 0 и дальше все нули. Вот. То есть, правильный вариант такой, что она с уверенностью в 100% выдаст рекомендацию выбрать паузу. Вот. Потому что каждый из этих выходов является вероятностным выходом. То есть, выдает процент, например, от нуля до 100%. Ну, так... Или от нуля до единицы, да? Ага. Вот. Соответственно, если она, например, выдает вот такой выход, ну, например, там 0.8... Блин, вот как так? Все-таки ноутбук – это не компьютер. Совершенно точно. Вот. Если она, например, выдала вот такой выход, например, ну, там, понятно, здесь какой-нибудь другой, там, что-нибудь такое, где-то там, да, какие-то она, в общем... То есть, она, значит, говорит, ну, скорее всего, говорит, следующая должна быть пауза, вот, но может быть вот такая нота, а может быть вот такая, например. Ну, а все остальные тоже могут быть, но маловероятно. Вот результат ее вывода. На самом деле, здесь, правда, я не учел то, что сумма 2.8, то есть, это надо все разделить на 2.8. Ну, не будем сейчас это делать, нормализовать. Тогда будет это действительно вывод нейросети. И тогда, вот, когда категорически кросс-энтерапия анализирует вот то, что должно было быть и то, что стало, она определенным образом по определенной формуле вычисляет, так сказать, штраф такой, который тем больше, чем на самом деле хуже это предсказание. И если быть точным, то на самом деле вот эта функция категорически кросс-энтерапия, она просто-напросто вот эти вот две ячейки просто обрабатывает все. То есть, остальные ячейки ей не нужны для вычисления. Ну, то есть, все они схлопываются, грубо говоря, математически все они не нужны. Вот, она просто там умножает что-то на что-то, там где-то логарифм берет, но можно посмотреть эту функцию. То есть, она, по сути, не видит других результатов. Ну, эти результаты ей не нужны, потому что они все равно дадут в сумме единицы минус вот это значение. Ну, у тебя всегда в сумме, как бы, вот, референсный результат всегда один. То есть, вот такая нота, это единица, а все остальные нули. То есть, ты никаких вероятностей сам не закладывал в исходные варианты мелодии. Исходный вариант мелодии, он как бы невероятностный, то есть, он как бы всегда единица. Ну, то есть, всегда единица, да. То есть, он сравнивает всегда с единицей. Понятно? Да. То есть, и величину ошибки он не вычисляет никак. Ошибки где? Я имею в виду, что если он выдает не тот результат, который нужен, не тот результат, который имеет единицу, то для него все равно, что какую бы он ноту не выдал другую, в любом случае ошибка будет одинаковая. Или у тебя... А, нет, нет, смотри, смотри. Ну, тут это уже нюансы, на самом деле, но... Важный нюанс, потому что, нет, ну, я так... Не, не, все, я понял, давай... Когда вклиниваться, да. Нет, ты очень правильно все это вклиниваешься, просто я тоже тороплюсь просто... Смотри, ты правильно сказал, что неважно, какая нота выстрелит. Если нота выстрелит другая, то это всегда ошибка, и какая другая, неважно. Это действительно, кстати, не совсем соответствует музыкальной методологии. Ну, это совсем не соответствует, потому что, например, вот ты говоришь, что нужно начинать с ноты до, или там заканчивать нотой до, а если ты ноту до, допустим, другой октавы взял, то это же не должно быть, ну, большой ошибкой, или это, может быть, совсем не должно быть ошибкой. То есть нота или пауза – это очень большая разница, а нота до первой октавы и нота до второй – это почти никакой разницы. Нужно же это как-то вот, наверное, учитывать. Я понимаю, что ты сейчас показываешь простую систему, но просто я так как бы... Да, да, смотри, точно. Но это, короче, происходит на другом уровне. Когда нейросеть, ну, как бы учится, она постепенно начинает... Ну, как бы, то есть она, например, выдала такой результат, а ей говорят, ну, это фигня вообще. А она, значит, пытается поменять свой алгоритм, выдает другой результат. И вот что происходит. В итоге она начинает выдавать результат, который в большей части случаев оказывается правильным. А что это значит? Это значит, что она научается после, например, ноты до с большей вероятностью выдавать ноты ми, ноты, там, допустим, ре, ноту си, ноту ля и с очень низкой вероятностью ноту си на октаву выше, ну, то есть на септиму вверх, да? Потому что это всегда запрещено. Да, это всегда запрещено одинаково, как бы, ну, то есть это не хуже запрещено, чем, например, другая нота, которая просто-напросто сюда не подходит к мелодии. Но это всегда запрещено. То есть это никогда не проходит у нее, так сказать, проверку. Вот за счет этого она, у нее создается все-таки какое-то расположение, такое, ну, предрасположение к правильным последствиям нотам. То есть у нее внутри, вот в этих вот дэнс-слоях, формируется некоторое представление о том, что, ну, как бы после ноты до си, ну, это совсем жопа, там, через октаву вверх, да? Вот. А типа там, ну, ре после ноты до на секунду вверх, ну, это вообще нормально. То есть часто это нормально. Она, может быть, даже еще не знает пока, почему это нормально, да? То есть, ну, у нее много информации, она должна проанализировать, да? Но она точно достаточно быстро может понять, что просто-напросто вот это взаимодействие достаточно важно. Какое взаимодействие? Вот этой последней ноты, поддающейся на вход, и того, что она генерирует. Это самое простое взаимодействие, да? Вот этой ноты, вот которая сейчас, допустим, там, не знаю, там все цвета уже использовали. Желтая, да, вот эта нота. И, например, вот эта красная, которая выдается там на выход. Вот. Она достаточно быстро должна это понять. Остальные взаимодействия, они, конечно, не такие простые. А вот это взаимодействие, ну, самое примитивное. Вот. Вот так. Поехали дальше, да? Да. Значит, почему здесь 15 нейронов? Да. Сейчас вот дальше. Да, я, кстати, тут не это самое, не дорассказал. Так. Сейчас я вспомню, сколько у меня тут нейронов на самом деле. Сейчас вот мы вот узнаем. Во. Жесть. Короче, на вход на самом деле подается матрица 13 на 18. Ну, почему? Потому что я решил, что хочу на вход подавать категорийные данные. Это еще, кстати, хороший большой математический вопрос, который с удовольствием обсужу с тем, кто посмотрит это видео и скажет, что это неправильно. Да, да. Вот. Но, тем не менее, кстати, вот другим способом, который использовал там, я видел, человек, у которого я, в принципе, взял много, значит, при создании вот этой сети. Сейчас я покажу скриншот, чтобы было понятно. Потому что там описывается, как это работает, кстати, и поэтому это хорошо. Так, сейчас. Ну, что-то Facebook, это Facebook, конечно, тоже. Чтобы поискать, нужно сначала промотать, короче. Тоже прикольно. Вот. Вот эта статья. Можете ее открыть, потом посмотреть. Я делал, в принципе, вот процентов на 80, оттуда взял идеи все. Вот. И в этой статье, кстати, там делали именно так, как я вначале рассказал. То есть просто вот 13 входов и... Ну, там не 13, там больше. Но, короче, там категорийного кодирования нет. А я сделал категорийное кодирование. И выглядит это как матрица. То есть это не выглядит как 13, 13, 13. То есть это не выглядит как длинная строка, да. Это просто как матрица реально выглядит. Вот. Эта матрица заводится в... Соответственно, в нейросеть. Ну, понятно, да. То есть здесь заводится 13 вот таких вот массивов. Ну, 13 таких векторов. Я понятно, не понятно там объясню? Да, в общем и целом понятно. Вот. Просто, грубо говоря, в первом векторе, там, например, вот, если там нота... Обычно нота до, это вот какая-нибудь вот такая нота, единичка там, да. А здесь везде нули, там, второй вектор, там, значит, с другими и так далее. Вот. Окей, дальше. Значит, с этим разобрались. Да. И вот там было больше нейронов. На самом деле 20, а не 15. Потому что... Ну, короче, по определенным правилам там можно вычислять это количество. И сейчас тоже не буду в это вдаваться. Но в любом случае... Нет, сейчас не готов я это рассказать. Короче говоря, это такая самая сложная, самая мутная тема. Как выбрать количество слоев, да, тип слоев и количество нейронов в каждом слое. Ну, вот сегодня это, наверное, не будем. Если интересно, мы можем потом еще более детально это пообсуждать. Дальше. Значит, теперь посмотрим, собственно, как это все-таки реализовано в питоне, да. Значит, есть ряд функций. Насчет функции создания сети самой. То есть здесь ничего не... Это как бы на самом деле одна из последних функций, но самая простая, наверное, функция. Ну, как бы самая простая в том плане, что она просто декларирует. То есть она просто говорит, давай создадим вот сеть. Sequential – это просто один из типов сетей. Потом добавим туда слой из 20 нейронов такой, который будет на вход, значит, определенный, значит, 13 на 18 массив получать, да. Потом укажем, что эта сеть должна на самом деле взаимодействовать... Ну, вот этот слой должен взаимодействовать со следующим слоем. Потом добавим еще один слой. Здесь уже ничего этого не указывается, потому что он со следующим слоем не взаимодействует и не получает на вход данные. То есть он получает данные вот из этого слоя. Ну, это вот эти два слоя, которые я нарисовал, да, вот эти два. Понятно, да? Да. Вот. Затем создаем слой конечный. Это выходной слой, по сути. Количество 18 здесь. Вот. И в итоге обрабатываем этот слой функцией softmax. Ну, softmax – это такая функция, которая, вот как я сказал, нормализует этот вывод таким образом, что в сумме это была единица. Вот. И все. И дальше мы это все компилируем. Ну, это как бы такая функция, которая готовит сеть к началу работы. Вот. И указываем еще несколько параметров. Значит, один параметр – это то, что мы будем использовать определенную функцию расчета ошибки, то есть насколько сеть не права. Это категорическая процентра. Потому что она не знает, у нее на выходе там категорический, некатегорический выход. Вот. Мы указываем ей, что это… Вот как раз категорический кроссентропий, он приспособлен к работе с softmax. Хорошо. И вот здесь вот один из оптимизаторов. Ну, я там два оптимизатора попробовал. Вот этот лучше всех работал, потому что… Наверное, потому что он начинает… Он, короче говоря, более тонко работает с градиентом. То есть когда сеть уже находится на таком уровне, что у нее нужно более, ну, более аккуратно менять веса, вот. Она это учитывает. А другой вот я использовал алгоритм. Он, по-видимому, при обучении слишком скакал. Вот эти веса начинали скакать в конце, потому что там уже надо очень немножко веса менять. А он там, наверное, сильно веса менял, и постоянно, ну, короче говоря, прыжки какие-то были, то хуже, то лучше, и не улучшалась, не сходилась сеть. А вот с этим алгоритмом она лучше сошлась. Вот. Значит, это первое. Ну, понятная функция такая, создает сеть. Вот. Значит, вот эта функция, она загружает Кантус. Примитивная вообще функция совершенно. То есть она там работает с MIDI-файлом, берет MIDI-файлик, там из него, это вообще какие-то выводы там дебажные, там надо их удалять. Вот. Там берет нотоны, просто все ноты берет и добавляет все ноты в массив. Вот. Если видит паузу, вот это вот это, то есть это значит, что расстояние есть от предыдущей ноты до этой, если она видит паузу, то создает новый, значит, элемент в матрице. И в итоге вот создает вот такую матрицу. Вот. Очень просто. То есть это матрица из 625, из 625 строк в каждой строке 13, в общем-то, MIDI-шных печей. Вот это одна из строк просто, если так открыть ее. Видишь, да? Да. Ну, это вообще как бы, да. Вот. И дальше как бы, вот это самое важное, на самом деле, скажем так, вход данных, да, и дальше эти данные, они там преобразовываются, куча всяких раз там. Ну, эта нейросеть, она при каждой интеракции, на каждую долю, как бы, она проходит один раз. То есть она никак не научивается несколько раз на одной доле, ничего такого не происходит. То есть она один раз, вот, и ты ей закидываешь, она геирует какой-то результат, ты говоришь, типа, правильный он или нет, и она едет дальше, на одно звено сдвигается. Правильно я понимаю? Значит, как вот происходит обучение? Вообще обучение происходит, значит, из нескольких как бы вложенных таких циклов, что ли, да, вот так скажем. Во-первых, цикл эпох, то есть эпоха from там 0 to, не знаю, infinity. Ну, я просто infinity ставлю, реально там, конечно, надо какое-то разумное значение, но я просто смотрю там, если за ночь, ну, обучилась хорошо, я тебя просто ее обрываю и смотрю, что лучше она нагенерила. Вот, значит, что такое эпоха? В эпохе, в каждой эпохе все данные, которые могли попасть на вход нейросети, попали. То есть, значит, внутри эпохи все 8740, там, ну, минус 13, да, вот давай так, минус 13, вот, 8736 входных наборов данных обработались. Вот что такое эпоха. При этом вот эти вот, ну, почему 8736, потому что это же сдвигается на единичку, как бы, то есть, вот, получается вот этих окон 8736. Дальше есть батчи, как бы, то есть, это просто наборы вот этих вот окон. Можно случайно комбинировать эти окна, например, по 100 окон собрал и, значит, 100 окон прогнал, набрал ошибку и тогда поменял нейросеть. Вот, значит, 100 эпох, 100 эпох, в смысле. Нет, 100 батч, то есть батч from 0 to, значит, ну, тут вот, как бы, max батч, там, да. То есть, например, какой-нибудь пример сейчас давай приведем. 80, блин, такое еще значение. Ну, что его можно разделить-то? Ну, вот, например, на 8 разделим. Вот, то есть, например, у нас будет 1029 батчей. По 10, по 8, значит, этих самых, ну, как бы, дата-сетов, что ли, как это? Не дата-сетов, по 8 входных вот комбинаций, да. Ну, давай дата-сет. From 0 to 10. Вот это вот, как бы, вложенные циклы. Значит, причем обучение, ну, как бы, обучение, то есть, обновление весов происходит после каждого батча. То есть, для каждой эпохи 1029 раз будет в данном случае обновляться веса. Вот так работает обучение. Вот, ну, у меня тут, значит, выбирается... Сейчас. Да, елки. Так. А, это не тот файл вообще. Так. Значит, у меня тут интересно вообще. У меня тут... Батч равен 625 размеру. То есть, ну, как бы, внутри батча происходит 625 вот у меня. 625. Поэтому получается, что, если наш пример взять, то где-то 13 батчей проходят за эпоху. Вот, по 625, ну, по 625 датасетов. То есть, по-хорошему, внутри батча у меня проходит столько же датсетов, сколько мелодии. Но это не важно. Ну, вот, как бы, так вот я подобрал. Вот. Хорошо. Так. Да. Что во что вложено? Вот, значит, у тебя она... Последовательность какая? Не, вот это вот три цикла просто. Здесь просто три цикла вложено. То есть, ну, давай. То есть, у нас сдвигается, у тебя сдвигается, допустим, ну, допустим, на простом примере. Вот ты, как бы, первый анализ прошел, ты закинул 13 нот, он у тебя выдал результат. Допустим, результат не соответствует. Это, да. То есть, он тогда ошибку взял и ее, скажем так, сохранил. Он так 625 раз так ошибку сохранил, а потом уже на основе накопленной ошибки уже начал корректировать сеть. То есть, он сохранил и сдвинулся тогда, получается, на одну ноту? Или он 625 раз прошел на одном? Не, он уже тут, видишь, он уже не сдвигается. То есть, в случае батча, значит, тут вот эти батчи, они собираются из рандомных кусочков этого датасета. То есть, например, первая вот такая, вторая там, например, вот такая, да, и так далее. Ну, то есть, он уже не просто сдвигается, а он уже вообще там заново все это делает. То есть, это как бы следующий уровень абстракции, получается. Понятно. Вот. Ну, в суть, по сути, да, он, можно сказать, сдвигается, потому что он все равно, вот это окно, он все равно когда-то в какой-то батч войдет. Вот. Так, ну, в принципе, наверное, пойдем дальше. Значит, соответственно, создание сети, загрузка мелодий. Вот. И теперь пойдем к мейну, как бы, что называется, да, в программе. То есть, вот он где-то, мейн здесь начинается. Вот. То есть, это как бы уже не функция, это, понимаешь, да, то есть, это пошла сама программа. Вот. Значит, ну что, тут всякое в настройке, всякая ерунда. Надо это отключать все тоже. Диагностика всякая. Это я проверял, заработал у меня GPU или нет. Итак, вот, значит, вот здесь, собственно, загружается кантус, самая первая. Вот. И начинаются всякие обработки этого кантуса. Ну, сначала просто этот кантус объединяется в одну большущую, длиннющую такую фиговину. То есть, в чем ее особенность? В том, что через каждые 13 нот у нее ноль. Ну, то есть, пауза, да? Пауза. Вот. То есть, в общем-то, вот это вот как бы исходник для обучения. Дальше. Тут мне же нужно понять вообще, что там за уникальные ноты, для того, чтобы понять, сколько на выходе нейросети категорий давать. Поэтому у меня есть такая вот, ну, как бы, здесь расчет уникальных нот, просто такая функция удобная из питания. Вот. Она выдает, значит, ну, тут я просто для статистики еще был интересен. Она выдает все ноты уникальные с количеством их вхождения. Ну, например, нота 60, а это нота до, а там какой-то октавы, там четвертый, да? Она встречается 1690 раз. То есть, самое частое. Ну, логично, в принципе, да? Логично. То есть, в основном, это первая нота. Вот. Она же чаще всего последняя. И нередко она где-то в середине встречается. Поэтому из 625 мелодий она встречается больше, чем два раза в среднем в каждой мелодии. Вот. Но остальные ноты менее частые, как бы, посетители. Ну, да, я видел, что здесь просто домажерная гамма у тебя, и ничего другого в ней нет. Да, да, да. Здесь просто домажерная гамма. Вот. И есть даже ноты, выходящие за октаву. Вот. Ну, такие случаи бывают. Так, значит, с этим все понятно. Дальше мы тут... Это всякие там преобразования там для того, чтобы... Ну, короче говоря, привязать вот эти вот печи уникальные к айдишникам. То есть я создаю... Ну, у меня же 18 айдишников, получается. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Получается, каждый из айдишников, он привязан там к ноте. Например, индекс 2 – это у меня нот 48. Да, то есть индекс там 9 – это нот 60. Ну, здесь все примитивно. Вот. Затем, что интересно. Ну, здесь я, кстати, посмотрел это дупликаты. Зачем это сделал, непонятно, потому что в моей программе уже дубликаты отсекаются. Кстати, я потом вспомнил об этом. Она вот у меня при генерации. 625 сгенерировала, а проигнорировала 465 дубликатов. То есть не надо было делать. То есть дубликатов здесь нет. Но зато я этот алгоритм потом использовал для того, чтобы понять... А сгенерировали... А сгенерировали... Дубликатов мелодий, как бы, вот этих вот 13 нотных? Да, что мелодии уникальные все. То есть все эти мелодии 625, они уникальные. Вот. Я этим подтвердил просто как бы еще раз это. Вот. Ну, и, в принципе, мы почти подошли к запуску. Значит, здесь идет уже... Это всякая статистика просто выводится, так, для информации. Вот. Это всякое преобразование из одного типа массива в другой. Там вообще такая забавная тоже тема. Это хорошо, на самом деле, потому что в обычный... Ну, вот потому что, например, на вход в эту нейросеть нужно подавать в определенном виде. Вот, например, трехмерный массив такой. Вот. И, конечно, неудобно вот это все делать в виде циклов каких-то. Тут, в общем, у них это удобно все там сделано. Вот решейт просто пишешь, и он у тебя раз там и преобразует. Один массив в другой там, короче. И двухмерный в трехмерный. Ну, это так все. Лирическое отступление. Вот. Значит, что важно? Вот важно. Значит, это преобразование, значит, данных с помощью one-hot-encoder. One-hot-encoder – это как раз и есть преобразование вот такого представления, то есть нуля, например, да, вот в такое представление. То есть one-hot-encoder преобразует как бы в битное представление. Вот. Поэтому вот этот x... Ну, сейчас мы вот до сюда выполним. Чип. Вот. Поэтому вот этот x, он собой представляет вот что. Значит, здесь 8750 строк. Ну, что-то... Да, вот точно. 8750. Отлично. И каждая строка – это вот набор нулей и единиц. Ну, единиц только одна. Одна только единица в строке может быть, а все остальное – нули. Вот. И в каждой строке обязательно одна единичка. То есть понятно, да? Это закодировано вот эти вот канусы. Как бы пьяный ролл такой положенный, повернутый на 90 градусов, да? Ну, то есть там, где единичка в нуле – это пауза, да? Она у тебя регулярно повторяется? Да, да, да. Повернутый нерегулярно. Да, да. То есть сверху вниз идет время, а слева направо идет pitch. А вот это еще пауза закодирована, да. Вот. Поэтому вот это у нас видно, что это скачок вниз на кварту, потом скачок вверх на кварту, потом поступенное движение, скачок на терцию, поступенное движение и скачок на октаву. Вот. Значит, дальше тут… Ну, это бесполезная ерунда, там, здесь это не нужно. Вот. Вот. И вот здесь вот начинается такая функция, которая… Что она тут делает-то у нас? Ну, в общем, она еще раз преобразует данные. Но преобразует уже еще более адским образом. Значит, она делает вот что. Из вот этого массива, который мы только что смотрели, да, она делает вот такой массив. Значит, это 8737 датасетов. Вот это, да, 8736. 8737 датасетов по 13 нот. Каждая нота закодированная 18, как бы, элементами массива. Вот как это выглядит. Значит, вот первый из 8737 такой вот датасет. То есть он просто представляет собой первые 13 нот. Понятно, да? Вот берем следующий. Следующий, соответственно, представляет собой… Начиная со второй ноты до 13. Вот. И так далее. То есть, по сути, вот эти датасеты, они как бы накладываются друг на друга. Вот. Это очень неэффективное использование памяти. То есть как бы в 13 раз занимает больше пространства, чем надо. Плюс еще в 18 раз больше занимает место, чем надо, потому что вот это все не биты, а это все байты. Ну, то есть даже не байты, это вообще там чуть ли не флоуты, да, там. Это флоуты 64. То есть это вообще… Ну, потому что там могут быть дробные значения промежуточные, да? Я правильно понимаю? А, не, не. Это не… То есть там ничего не может быть, потому что это же входные данные, то есть там только единицы. А, это входные данные только. Ну, ясно. Да, но просто как бы я даже не… Ну, я так немножечко, мой как бы программистский разум так немножко задумался на тему того, что что за такая вообще… Но я не стал в этом разбираться. Вот. То есть вот стандартный подход такой, что делается вот такое огромное дублирование. Но зато после того, как такое дублирование сделаешь, тебе не надо думать ни о чем. То есть ты просто вот эти вот массивы загоняешь, их шафлишь там рандомно, и просто все, да. Ну, то есть все сразу просто стало как бы. Ну, оно хорошо. Если памяти много, у меня 64 гига, в принципе, не страшно. Вот. Ну, хорошо. Причем, кстати, забавно, что это все память вообще не заняло там. Вот сейчас это в памяти все сидит. Вот так, для прикола. Сейчас, как это там. Вот. Значит, питон сейчас занимает 1 гигабайт. Вот. Ну, а если так подумать, на самом деле, и умножить. 8737 на 13. 18 и на 64. То есть что такое 64? Это 8 байтов, да? Вот. То есть вообще-то, по идее, это 16 мегабайт. Ну, да. То есть, в принципе, не так много. Для такого датсета это не так много. Вот так. Ну, ладно, это все отступление. Короче говоря, сгенерировали вот эту адскую последовательность. Вот, создали сеть. Ну, как создавали сеть, мы смотрели. Вот, и все. И дальше пошла вот сама генератория, ну, как бы, тренинг, да? Значит, здесь немножко это сложно. Там это сделано. Вот такой подход у меня, что... Тоже я взял у этого парня, что у меня каждый там... Ну, по сути, каждый несколько секунд у меня... Ну, сейчас покажу. Как проще показать-то? Сейчас. Так. Ага. Во. Сейчас. Вот. Значит, вот это 9.25. 4.00 июля я закончил генерацию и нажал там control break, по сути. Потому что мне понравились результаты. Вот. Значит, соответственно, как это работает? А когда я начал генерацию? Сейчас посмотрим. Ну, то есть не генерацию, это тренинг. А это промежуточное, да? Это промежуточные результаты, да. То есть вот я начал тренинг 18.48. А, блин, как-то... Не совсем так. Так. Тут, короче, просто... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот где-то, наверное, тут вот. Вот где-то в час... Да, в час сорок ночи я запустил последнюю генерацию, пошел спать. И в 9.25 я ее остановил. Вот. То есть когда я запустил эту генерацию, в течение минуты несколько раз, ну, как бы, происходило улучшение. И вот в час тридцать девять аж там десятки записей есть, десятки файлов с уменьшающейся лосом. Вот этот вот лос, он уменьшается как бы. То есть это означает, что вот эта ошибка уменьшается. Вот. Потом у нас час сорок. Час там и так далее. То есть значит в каждой минуте все меньше и меньше уменьшений этих было. Слушай, мне, к сожалению, надо сейчас уже уходить будет буквально. Можно я один вопрос задам, пока не ушел? Что мешает нейросети генерировать то, что уже ты в нее, ну, как бы, вот генерировать одинаковые там мелодии, которые, или те, которые уже были? Ты как-то ограничение это принудительно делаешь, чтобы она не генерировала то, что ты ей задаешь как вот референсный вариант? Или это подразумевается самой библиотекой, что она генерирует что-то свое, а не референсное? И чем они должны отличаться, собственно? Да, вопрос отличный. То есть тут, на самом деле, еще можно час, наверное, рассказывать. Но если так в три минуты уложиться с ответом, что мешает генерировать то же самое? Что, как это, где ты? Вот я тебе сейчас, смотри, я прямо сейчас запустил генерацию. Ай-яй-яй, она не работает, к сожалению. Вот, я хотел показать просто, что при генерации... Да, круто. Ладно, надо тут разбираться в дебаггере. Значит, при генерации она сначала генерирует несколько мелодий, соответствующих у меня там один к одному, исходной базе. То есть исходной вот этой датасет. А потом так получается, что она уходит от этого. Ну, как бы... Вообще, на самом деле, вот этот весь алгоритм, что она при генерации мелодии ориентируется на предыдущую мелодию, это на самом деле не имеет музыкального смысла, потому что эти мелодии, на самом деле, они отдельные. Вот, а она как бы подходит к этому как к музыке. Ну, бог с ним, окей. Но в итоге она, как бы, вот я говорю, сначала генерирует все, как было, а потом, ну, как бы в какой-то момент, грубо говоря, ошибается, да, и начинает уже там уходить куда-то в себя. И с этого момента она генерирует свои совершенно мелодии. Например, 20 своих мелодий сгенерировала, а потом опять попала, например, куда-то в мелодию, которая уже была, которая была при обучении. Вот так у меня было. То есть вот статистика у меня была такая, что она порядка, там, четырех мелодий генерировала. Но вот эти отличия, почему она другие генерирует, это свойство, собственно, как бы самого алгоритма нейросети, потому что она так работает, или это принудительно где-то нужно ей говорить, чтобы было ата-та, чтобы она не делала то же самое, что уже было? Да, это свойство алгоритма, потому что смысл алгоритма нейросетей как раз заключается в том, что он статистически работает, да, и я эту статистику каким-то образом еще отсекаю. То есть мы можем еще там потом посмотреть, каким образом я все-таки ноту-то выбираю. Ведь нейросеть-то мне только вероятность его дает, а я уже ноту выбираю. Вот. Но что, как бы, интересно еще, вот очень интересно, то, что она иногда даже не на до заканчивает, да, бывает такое, что она не на до начинает, не на до заканчивает, а иногда ее мелодии не равны 13 нотам, длина этих мелодий. То есть она как бы вот... Слушай, пожалуйста, она никак не знает начало, конец, то есть для нее пауза – это просто как нота, то есть совершенно никакой разницы нет. Да, то есть в этом как бы как раз вот совершенно вслепую, вот никакого структурирования не было сделано. То есть она просто работает с этим как с массивом данных, и получается, что она должна научиться всему сама. То есть мы даем ей на самом деле совершенно очень странный массив, да. Ну, а может ли она научиться отличать, как бы, вес? Тут же понимаешь, да. Нет, я понимаю, что ты сейчас показываешь, как бы, с программистской точки зрения, поэтому простой пример, но вообще, конечно... Я хотел бы, чтобы звук уменьшаться там по громкости. Сейчас нормально? Сейчас тихо. Тихо? Да, сейчас я попробую наушники воткнуть, не знаю почему. У тебя как в прошлый раз вот сейчас стало. Ну ладно. Не знаю, я вроде ничего не менял. Хорошо. Я имею в виду, что нужно разный... Как бы дистанцию ошибки, конечно, нужно разную в идеале. То есть, вот как я уже говорил, нота до там разных октав, или нота си, или до – это большие разницы. А второй момент в том, что нужен какой-то вес, конечно, у каждой ноты в плане ее ритмического нахождения. То есть, ну, как бы генерировать ноту за нотой без учета того, где она находится в смысле ритма – это, конечно, тоже неправильно. Но я понимаю, что сейчас простой пример. Ну, там просто дело в том, что вот как выглядит то, что она генерирует на нижних нотоносцах, то, что она нагенерировала. И, как бы сказать, она на самом деле должна научиться тому, что вот эта нота, например, ну, если это четверть, что эта нота, она, соответственно, находится на сильной доле. Потому что просто все четвертые, все пятые ноты, они получаются на сильной доле. Скажи, пожалуйста, а где ты взял шестьсот двадцать пять этих нот, вот, мелодий? Мелодий, да, да. Вот эти шестьсот двадцать пять мелодий я сгенерировал своей программой. Она просто вот берет и генерирует, вот запускаю генерацию, вот она генерирует. Сейчас она сгенерировала триста, сейчас она сгенерирует шестьсот. Соответственно, она генерирует уже подбором мелодии и выбирает только те мелодии, которые соответствуют полностью всем правилам. Понятно. Поэтому получается... То есть нейросеть уже учится по ним, понятно. Да, то есть я на самом деле хотел изначально нейросеть научить самим правилам, то есть чтобы мой алгоритм анализировал то, что нейросеть будет генерировать и говорил ей этом. Это не надо делать. Но для упрощения я пока взял, просто сгенерил мелодии, которые полностью соответствуют правилам и на этом массиве обучил нейросеть. Но получилось так, что результаты генерации нейросетью, вот эти результаты, да, они в принципе неплохие. Вот, например, первый результат вообще идеальный с точки зрения моей программы, он не нарушает ни одно правило. Понятно, что он не идеальный с точки зрения музыки. Нет, ну тоже не проходит, там есть какая-то внутренняя структура, переклички какие-то, это неплохо, да. Да, то есть он как бы, скажем так, он не нарушает там сотни правил. Сотни правил здесь проходят. Вот этот, например, нарушает одно правило. Здесь вот посерьезнее. Ну, то есть тут как бы... Ну, с другой стороны, с точки зрения музыки это не серьезно вообще. То есть два раза повторных двух нот подряд, это не важно. Это именно академическое правило просто для контрапомта, да. Вот, здесь вот многовато скачков. Ну, как бы тоже, да, для академического контрапомта нехорошо. Здесь скачок не отведен, да. Вот, много скачков и так далее. То есть вот это вот результаты генерации. Моя программа проанализировала и говорит, ну, конечно, плохо ты научилась, и у меня получается лучше, но в принципе не так плохо. То есть тут как бы ошибок там, ну, одна, две, там, бывает побольше. Вот, бывает, конечно, вообще вот такая ситуация, как здесь. Здесь количество нот отличается от того, чему учила моя программа, да. То есть моя программа учила 13-м генерировать, а она тут 12 генерировала. Это, конечно, вообще удивительно. Вот это мне нравятся такие, да. То есть это явно говорит о том, что там она как-то, ну, по сути, думает, да. Она, ну да, она сгенерировала 12, потом поставила паузу и дальше уже стала, или как? Да, да, она поставила паузу и дальше стала генерировать. Опять 13. Да, ну тут не факт, что она после этого сгенерировала 13. Она могла после этого сгенерировать какую-нибудь фигню, но... А эту фигню я отбрасывал, по-моему, насколько я помню. Слушай, мне, к сожалению, нужно идти сейчас, вот, так что если ты там продолжишь без меня, я досмотрю потом в ютубчике. Да, ну я на самом деле думаю по-другому. Я, наверное, остановлюсь, а мы просто потом можем встретиться и еще одно видео сделать. Ты сейчас монтируешь или ты сразу заливаешь в эфир в ютуб? Ну я отмонтирую немного, потому что тут было лишнего. То есть я на самом деле монтирую, потому что самое важное все-таки первая там минута, первые там 2-3 минуты в видео, чтобы там просто как-то, ну, адекватно было. Вот, а дальше, в принципе, я так сильно не парюсь. Ладно, все, давай тогда еще встретимся, я побежал, спасибо. Да, хорошо, давай, до встречи. До встречи, давай. Субтитры сделал DimaTorzok